всем привет дорогие наши телезрители телеканала тв запускает новый молодежный проект молодежные новости и мы его ведущие олеся и егор будем рассказывать вам чем дышит и живет молодое поколение нашего округа каких событиях и мероприятиях она принимает участие и какие награды за это получает все самое интересное самое молодежное и популярное ждет по субботам на телеканале от его наш выпуск мы начнем с актуальных новостей и жизни молодежи дмитрий дученко ученик 11 класса призер всероссийской олимпиады по технологии пишет письма со своими одноклассниками и отправляет их на фронт недавно парень придумал что подарить военнослужащим перед крещением он выстругал из клёна и граба небольшие иконы которые можно носить как медальон на шее или в кармане недавно их осветили в георгиевском соборе в этом деле мальчику помогала вся его семья родители и младший брат за неделю они все вместе изготовили 34 иконы а воспитанники школы-интерната из старого городка научились шить военную одежду начинали они шапок и балаклав но уже сейчас умело шьют одежду для наших солдат они пользуются иголками и ножницами и сейчас уже осваивают швейную технику в доме молодежи в горках вторых прошел рождественский спектакль хроники нарнии лев колдунья и плотяной шкаф помимо учащихся знаменской школы на сцене присутствовали и дети с ограниченными возможностями здоровья о которых заботится фонд не бойся мы с тобой перед началом спектакля педагоги фонда решили провести тематические мастер-классы ребята были рады читать стихи петь калятки танцевать с дедом морозом кроме того возле дома молодежи была организована тематическая народная ярмарка умельцев а теперь мы переходим к нашим интересным сюжетом участники молодежной редакции как настоящие журналисты в течение долгого времени и самостоятельно посещали различные мероприятия и сейчас они готовы вам об этом рассказать олесь вот скажи умеешь ли ты быть гостеприимной конечно ведь гостеприимство это способность искренней радостью принять любого гостя и оказать ему уважение и радушие кстати в древней руси гостей встречали с хлебом и солью усаживали на самые почетные места и укладывали спать на теплую печь но обряды и обычаи древности остались уже в прошлом а вот гостеприимство до сих пор живет в нас больше всего к нему близкие работники гостиничного бизнеса повышать знания оттачивать мастерство учащиеся этой специальности могут не только посредством обучения но и обмениваясь опытом именно об этом наш сюжет это вроде кажется так всего лишь легко на самом деле это очень тяжело это не только улыбка это не только чашка вкусного кофе это действительно труд и труд большой команды в рамках конкурса лаборатория гостеприимства студенты колледжа одинцовского округа демонстрировали свои знания и умения в сфере гостиничного дела которому обучаются каждому студенту будущему молодому специалисту обладать так называемыми надпрофессиональными компетенциями то есть это грамотная речь это умение работать в команде это умение мгновенно находить выход из какой-то нестандартной ситуации и вот такие конкурсы как проходит у нас сегодня этому ребята очень учат в процессе состязаний конкурсантов разделили на группу по пять человек в каждой команде были горничная официант и три администратора ребята проигрывали реальные проблемы с которыми в работе сталкиваются служащие отеля объективное жюри оценивало как участники выходят из сложных ситуаций вся теория без практики ну стоит очень мало да нам кажется что мы все дали все преподали все рассказали нам надо понять как это человек усвоил да и вот практика показывает что ну есть большие проехи во первых мы видим свою работу до работу своих коллег ребята отметили что проведение таких конкурсов дает новый опыт который необходим для молодых специалистов самое ценное знаете это опыт такие эмоции когда ты можешь познакомиться с кем-то новым то есть это приезжают другие ребята они тоже волнуются и мы вот все в одной бочке так сказать это очень классно данил зимин молодежная редакция телеканал один соло как же здорово что уже на стадии обучения ребята могут попробовать профессии егор я с тобой согласна а как ты думаешь какой музыкальный жанр ближе всего нашей молодежи конечно же рэп он играет на всех модных тусовках и школьных дискотеках взрослые ругают его но именно этот жанр стал средством самовыражения у молодежи кстати а ему еще место нашлось и в литературном конкурсе оказывается в жанре речитатива можно написать целое произведение да еще и с отсылками на сказки пушкина и цель 3 богатыря отдохнули потусили лодку сели и уплыли прикатили ко двору кто там главный не пойму старичок у моря плачет банка суку деньги прячет заработать вы дурак а иначе я те как рыбка бедная моя не брату что море я старшеклассник артем ольнев уже три года всерьез увлекается рэпом и вместе с одноклассницей даши андриановы придумал речитатив по мотивам сказок пушкина для участия в литературном конкурсе от москвы до звенигорода наша учительница марина львина по русскому языку и классная руководительница сказала мне что вот проходит очень замечательный конкурс очень интересный она знает что я увлекаюсь музыкой и предложила мне принять участие в нем школьников зеленцовского и красногорского округов предлагалось написать литературное произведение об интересных для них местах в звенигороде работы должны быть с отсылкой к произведениям писателей которые жили здесь члены жюри определили 17 победителей в трех номинациях рэп тревел блог и сценарий а сегодня приход происходит награждение победителей одного из литературных проектов которая проводилась в рамках проекта звенигородский маршрут ребята писали эссе литературные стихи литературные произведения и сочинения о том что было им интересно по линии мест который объединяет себе звенигородский маршрут честование победителей прошло в храме дмитрия солунского в селе дмитровская артем и даша на свое удивление оказались обладателями гран-при номинации рэп награду ребята получили из рук министра просвещения россии сергея кравцова и рассказали о своем проекте наши стихи были о различных произведениях пушкина мы написали и сделали как можно больше оценок произведений не называя их и не называя их истинного автора то есть по нашим стихам человек должен был сам догадаться произведениях на таком авторе такой конкурс проходит подмосковье впервые но игумен петра полагает что он станет доброй традиции данил зимин молодежная редакция телекомпания одинцова молодежь и правда сейчас очень творческая пошла а главное инициативное многие ребята уже в юном возрасте выдвигают идеи разрабатывают инновации и даже создают собственные проекты которые идут на пользу нашему государству однако не нужно забывать что для создания любого продукта необходимо грамотное планирование всех этапов разработка тематики анализ рынка выделение целевой аудитории распределение денежных средств все это не так просто как казалось бы но многие уже опытные специалисты готовы давать мастер-класс подрастающему поколению об этом наш следующий сюжет в рамках мероприятия проектной лаборатории одинцовские школьники узнали как правильно начать проект и сэкономить кучу денег был проведен мастер-класс тренинг по теме customer development это алгоритм запуска проектов от А до Я возможность пройти путь клиента от того почему у него есть запрос на продукт какие инструменты он хотел бы использовать а какие наоборот нет и каким образом из этого выстроить целостный проект Матвей Шунков опытный волонтер победитель всероссийского студенческого конкурса твой ход продюсер спецпроекта федерального агентства по делам молодежи раз молодежь и эксперт по доработке и сопровождении проектов лектора с таким багажом знаний ребята слушали с большим интересом все шикарно я узнала до себя много чего нового в плане проект проектная лаборатория проходит второй раз в округе и организатор считает что таким образом ребята получают полезную информацию которая пригодится в будущем в целом проекты создаются для того чтобы люди не стояли на местах развивались думали о будущем проверить свои знания каждый слушатель сможет на форуме который пройдет в Голицыне со 2 по 4 декабря на нем участники будут создавать проекты с нуля и презентовать их членам жюри Данил Зимин молодежная редакция телеканала Одинцова такие мастер-классы и практические знания точно пойдут молодому поколению на пользу особенно при трудоустройстве она в любом возрасте и на любом этапе карьеры имеет свои особенности в том числе и у выпускников многие работодатели настороженно относятся к молодым специалистам из-за отсутствия у них опыта именно эту проблему обсудили на тематическом форме в Одинцовском техникуме какому решению пришли специалисты смотрите в нашем следующем сюжете младые квалифицированные специалисты нужны всегда в Одинцове состоялся круглый стол по формированию кадров и трудоустройства студентов и выпускников профильных колледжей на форме обсудили сотрудничество работодателей и директоров образовательных учреждений большая потребность специалистов которые могли бы работать и хотели бы работать на территории ОКО это вопрос тех предприятий которые у нас уже есть которые хорошо себя заэкономить одна из актуальных проблем на рынке труда сегодня несогласованность между молодыми кадрами и работодателями зачастую выпускники не могут трудоустроиться из-за отсутствия опыта а предприниматели вынуждены приглашать сотрудников из соседних государств когда многие заканчивают институты или техниками ну пойду а дальше буду пытаться устроиться на работу я предложу устроиться на работе а опыта нет а ну нам нужно будет с опытом и здесь надеюсь специалисты сталкиваются как раз с той проблемой когда когда они отучились получили там хорошие оценки хороший зачет также многие коммерческие организации за большой неохотой принимают студентов на практику конечно пандемия сыграла в этом свою роль и сейчас с чем мы столкнулись с тем что организации не хотят брать студентов на практику не хотим заниматься не хотим ничего показывать есть такие организации вот сейчас у нас студенты и ребята выяснилось что они через месяц посадили в архиве то есть естественно мы в такие организации уже студентов направлять не будем ничему научить не хотели решение проблемы настройка взаимодействия и сотрудничества предпринимателей и профессиональных образовательных учреждений наставничество и подготовка кадров самими работодателями на этапе обучения Даниил Зимин, молодежная редакция, телеканал Одинцова выбор профессии для школьников дело не одного дня многочисленные исследования показывают что свыше 50% учащихся не могут определиться со своей профессией а это и не удивительно ведь такой ответственный выбор приходится делать в таком раннем возрасте когда ребята еще не знают себя и не представляют существующей в мире профессии а их между прочим насчитывается более 50 тысяч Одинцовский информационный центр подготовил для вас целую серию мастер-классов «Моя будущая профессия» на них молодое поколение может познакомиться с различными сферами деятельности в которых можно себя реализовать к примеру с журналистикой представители средств массовой информации рассказали ребятам об особенностях своей работы «Сейчас занимаем разные мероприятия там разные инспекции у нас ходят съемки, потом что, ну, отчеты всякие» а еще репортажи и различные фотосессии Евгения фотограф начинала свою работу в местной газете и уже около 10 лет занимается фотографией другой представитель Одинцовской недели Валерия она освещает мероприятия в округе и пишет интересные статьи я очень люблю свою профессию за то, что она дает возможность каждый день узнавать что-то новое общаться с интересными людьми посещать какие-то интересные места не сидеть на месте, развиваться в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел мастер-класс по профориентации «Моя будущая профессия – журналист» ребятам рассказали о важных моментах этой профессии и дали советы по продвижению в сфере журналистики и мультимедиа президент Российской Федерации я неоднократно говорил о том как важно найти в этой жизни свое место выбрать ту профессию, которую ты будешь любить которая будет приносить тебе радость которая будет делать тебя счастливым именно на любимой работе согласитесь, вы как журналисты мы достигаем наибольших результатов самые активные участники мастер-класса получили в этот день сладкие призы и подарки организаторы отметили, что участие в таких проектах помогает молодежи уже сейчас определиться с выбором будущей специальности в планах провести новые встречи с подростками и познакомить их с такими профессиями как химик, биолог и юрист Екатерина Крамор, Фарид Хариддинов телекомпания Одинцова как по мне, о выборе профессии лучше заботиться заранее согласен, а похожие мероприятия будут очень полезны в этом деле кстати, а ты не задумывался, что на нашей планете и даже за ее пределами всегда происходит что-то необъяснимое? наш мир полон тайн какие-то из них ученым уже удалось разгадать а над некоторыми они долгие годы бьются в безуспешных попытках даже приблизиться к разгадке внеземные цивилизации, чудеса света, древние скульптуры неизвестного происхождения путешествия во времени, фантастические способности человека об этом и не только мы будем рассказывать вам в рубрике про загадки человечества Егор, а ты веришь в инопланетян? в нашей галактике находится как минимум 300 миллионов пригодных для жизни планет почему бы и нет? все возможно наши ученые неоднократно выдвигали гипотезу о существовании внеземной цивилизации об этом и будет наша первая рубрика пока что она единственная но в дальнейшем их будет гораздо больше всем привет, с вами Роман Гурлов и это рубрика про загадки человечества и сегодня я вам расскажу одну из множества тайн, которые хранит планета Земля 15 августа 1977 года Джерри Эймон работал по проекту поиска внеземной разумной жизни в университете Огайо он зарегистрировал продолжительный и сильный радиосигнал который по всем параметрам соответствовал тому, что именно он искал сигналу искусственного происхождения этот сигнал был намного сильнее космического шума, который Эймон привык слышать в радиоэфире он продолжался лишь 72 секунды и состоял из случайного набора вов и цифр однако которые с точностью повторились несколько раз подряд Эймон записал последовательность и сообщил о ней коллегам по поиску инопланетян однако дальнейшее прослушивание этой частоты ничего не дали как и вообще какие-нибудь попытки поймать хоть какой-нибудь сигнал из созвездия Стрельца прошли десятилетия, но тайны этого сигнала до сих пор не разгаданы ученые утверждают, что этот сигнал был не природного происхождения принято считать, что этот сигнал был послан из другой звездной системы а может быть даже из другой галактики поскольку пришел из созвездия Стрельца, но с пустующего участка небосвода более разумных толкований не было что это было? розыгрыш вполне земных шутников или попытка внеземной цивилизации связаться с нами? до сих пор никто не знает ну а на этом наша рубрика подходит к концу с вами был Роман Гурлов и это рубрика про загадки человечества увидимся в следующий раз ведь на нашей планете и даже за ее пределами всегда творится что-то необъяснимое действительно интересно и как после этого не верить в существование чего-то неизведанного? согласна ну что ж, наш первый выпуск молодежных новостей подошел к концу? обязательно ждите новых эфиров а также следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале попасть на него вы можете по этому QR-коду до новых встреч! до новых встреч! до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok